Иван Плачков в 2005-2006 годах, министр топлива и энергетики Украины, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Ну вот Киев готовится к возможному повторению блэкаута, тем более, что сейчас масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. И уже вот в Киеве составлен список аптек, которые будут работать, даже если в городе будет отсутствовать электроэнергия. Готовят также 200 пунктов обогрева. Как вы оцениваете такой план властей? Нужно ли еще что-то добавить обязательно? Ну, это абсолютно правильно и абсолютно необходимо. И это актуально не только для Киева. Это актуально практически для всех населенных пунктов. Ну, что добавить? Необходимо, естественно, больше дизель-генераторов для того, чтобы работали и магазины, для того, чтобы работали социальные заведения. И абсолютно необходимо подготовиться к тому, что возможно отсутствие тепла, отсутствие теплоносителя, прекращение циркуляции. Для того, чтобы можно было, нужно немедленно при минусовых температурах слить воду с систем тепловода и водоснабжения и горячего водоснабжения. Для того, чтобы сохранить эти системы, трубы, для того, чтобы они не перемерзли, чтобы они не полопались. Для того, чтобы потом можно было эту циркуляцию возобновить. Должен быть у каждого здания, у каждого здания, должен быть ответственный человек, который знает схему, где закрывается подача воды и где воздушники для того, чтобы это сдренировать. И где дренажи. Я попрошу режиссеров еще раз показать карту, что происходит сейчас. Да, вот мы видим, насколько масштабная воздушная тревога Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области в зоне опасности. А что людям необходимо сделать? Зарядить гаджеты, сделать запас воды. Напомните еще раз, пожалуйста. Я, прежде всего, хочу посоветовать по возможности людям из крупных городов выехать в ближайшие села, загородные дома. Дома, где есть альтернативные источники тепла. Это дрова, это уголь. Что касается в городе, что гаджеты, теплая одежда, запас воды, запас еды. И надо быть готовым к тому, что отключение электроэнергии и тепла, он может быть и на достаточно длительный срок. Это неделя и две. Но я уверен и надеюсь о том, что больше таких массированных ударов по энергетической структуре не будет. И если будет, то наши славные вооруженные силы, противовоздушная оборона, противоракетная оборона усилили охрану инфраструктурных объектов, непосредственно генерирующих мощностей. И если будут повреждения линии электропередач, высоковольтных, распределительных, то энергетики смогут за какой-то период, 3-4 дня, неделя восстанавливать. И не будет допущен такой полный блокаут, когда энергосистема ляжет, и у нас не будет электроэнергии по всей стране, и придется ее достаточно долго поднимать. Все-таки энергосистема выдержала вот тот массированный удар, да, было много отключений. Но по мере восстановления увеличивается количество абонентов, которым подается электроэнергия. Ситуация остается очень сложной, напряженной. И не надо забывать, что сегодня мы имеем такую стабильную подачу газа. Здесь работает вся инфраструктура нефтегаза, как магистральных, так и в распределительных сетях. Ну и, конечно, тут тоже можно ожидать каких-то таких неприятных вещей. Поэтому надо быть готовым и к тому, что на какой-то период где-то в некоторых регионах, в некоторых местах может быть прекращена подача газа. Неизвестная вами. Ну вот Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны прибыть и облегчить ситуацию, возникшую в результате российских ракетных атак. Как вы оцениваете эту помощь других стран? Насколько она поможет Украине? Вот еще немецкая компания «Сименс» обратилась к правительству Украины с предложением разместить такие плавучие электростанции в акваториях Одессы, Николаева, Измаила. Как это предложение вы оцениваете? Ну, что касается дизель-генераторов, трансформаторов, то эта помощь необходима и необходима в большом объеме. Мы знаем, какой объем повреждено оборудование. К сожалению, его надо покупать. Сегодня у украинских аналитиков крайне не хватает денег. Необходимо заказывать трансформаторы высоковольтные, которые изготавливаются там 3, 4, 5, 6 месяцев. Поэтому любая помощь высоковольтного распределительного оборудования, она очень сильно нам помогает. Что касается электростанций плавучих, то эта инициатива только можно приветствовать. Потому что электростанции такие, есть достаточно большой мощности. Это около 300 самые мощные, где-то 300 мегаватт. Например, три таких станции могут обеспечить миллионный город, такой город, как Одесса, практически полностью электроэнергией. Я знаю, что такую инициативу и проявила Турция, которая тоже предлагает послать плавучую электростанцию. Но еще есть так называемые энергетические поезда, которые тоже стоят генерирующие установки большой мощности, до 50 мегаватт. Я думаю, что мы можем использовать и энергетические поезда, особенно в западных регионах нашей страны. Если мы говорим Одесса, Измаил, думаю, что если будет обеспечена безопасность, это может быть и Николаев, может быть и Херсон. По мере обеспечения безопасности акватории в районе этих городов. Это будет достаточно существенная помощь украинским энергетикам по стабилизации ситуации. Вражескими обстрелами украинской инфраструктуры управляет профессиональный энергетик, который прекрасно понимает, куда именно должен наноситься удар, чтобы он был максимально серьезным для Украины. Это такое заявление сделал экс-глава Украинерго Юрий Касич. А российские военные являются всего лишь исполнителями преступного приказа, ну и преступниками в том числе. Вы согласны с такой версией? Вы знаете, наша энергосистема создавалась еще в советское время. Это была единая энергосистема Советского Союза, в том числе и социалистических стран. Поэтому место расположения подстанции, станции, электростанции, оно как бы известно и координаты абсолютно известны, в том числе и военным. Конечно, энергетики, я думаю, там не один энергетик, там группа энергетиков, которые анализируют текущую ситуацию, находят самые болевые точки и координируют работу уже вражеских войск, координируют вот эти ракетные удары. Я думаю, что даются консультации по тому, как усложнить ситуацию по теплоснабжению, особенно в крупных городах. Мы помним, первые удары были по Харьковской ТЭЦ, по Киевским ТЭЦам. Поэтому это абсолютно правильно и без участия энергетиков, которые консультируют, анализируют текущую ситуацию, там не обходится. Такие же военные преступники, как и те, которые запускают ракеты, несомненно. А там все военные преступники, мы же понимаем, там вся инфраструктура работает, это какое-то уникальное такое явление в этой стране. Я думаю, что они все будут отвечать, в том числе и энергетики. Тем временем ЕС установил предельную цену на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Это должно заработать вот с сегодняшнего дня. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что это значительно сократит доходы России. Как вы оцениваете вот этот шаг ЕС? Вот, кстати, Польша и страны Балтии, они предлагали более жесткие меры, до 30 долларов. И там уверены, что мир к этому вскоре и вернется. Как вы считаете? Ну, 25-30 долларов это себестоимость. И, конечно, если бы прайс-кэпы были на этом уровне, то не то что значительно, практически о доходах от продажи нефти не могло быть и речи. Это был бы очень серьезный экономический удар по России. Но мы видим Евросоюз, видите, как он постепенно, поэтапно решил не делать таких резких движений. Но я почему-то думаю, что это первый этап. Я думаю, через какое-то время эти цифры, этот потолок будет пересмотрен и цены будут снижаться. Что это сегодня даст? Ну, это значительно уменьшит доходы, конечно, России от продажи. Но это еще поможет странам, не очень богатым, покупать, обеспечивать себя нефтью. Потому что, когда цены были высокие, мы помним, они просто не имели возможности покупать это нефть. Это серьезный шаг. Это Россия понесет экономические потери, но это недостаточно. И они получат прибыль. Эта прибыль оценивается в районе 100 миллиардов долларов. Это достаточно серьезное средство, которое Россия может и будет направлять на продолжение войны. Ну вот я помню цифру сентябрьскую, мне кажется, там было больше 15 миллиардов получено России только за один месяц. Да, да, да. Ну, я говорю в разрезе года. Газета Financial Times пишет, что Россия создает теневой флот из танкеров для перевозки своей нефти в обход санкций. Вот как вы это можете прокомментировать? Получится ли у них это? Они уже его создали, просто не в большом объеме. И мы знаем, что нефть находится в схеме, когда привлекаются там третьи страны, нефть перепродается несколько раз. Этому помогали первое время такие страны, как Идия, как Китай, страны третьего мира. Но у Евросоюза, у Соединенных Штатов есть очень серьезные механизмы контроля, влияния, и у них есть возможность свести этот объем, чтобы он не был большим. И я думаю, что эта работа будет вестись, и те компании, те страны, которые будут нарушать, к ним будут поменены определенные санкции. Я уверен, что Россия не сможет развернуть такой большой объем флота для того, чтобы помимо официальных объемов продавалось значительные объемы нефти. Этого не допустят. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии и прогнозы. Я напомню, Иван Плачиков в 2005-2006 годах, министр топлива и энергетики Украины. Спасибо огромное.